Шпик, 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 шпик. Что такое шпик? Вот так. Ой-ой! Нет! Масло! Обоиная мука. Для обоев, что ли? Шоколадка армейская. Да, напиток концентрированный. Спички! Смотрите, какие спички прикольные. Толстые. И проверим. Муа! Привет, мои хорошие! С вами Селена. Я извиняюсь за то, что бывают какие-то задержки видео. Я в связи с этим, между прочим, буду стараться делать вам прямые эфиры, чтобы вы со мной общались вот так вот, прям вот онлайн, задавали вопросы, вот прям живое общение именно на Ютубе. Так что, кому интересно, присоединяйтесь. А кто вдруг не успел на эфир, то я их всегда сохраняю, и вы можете их посмотреть во вкладке трансляции. Так, ну а сегодня смотрите. Смотрите, что у меня появилось. Армия России! Я в своем инстаграм делала... Здесь инстаграм, вот тут. Делала сторис уже и говорю, смотрите, что мне подогнали на Новый год. Вот конкретно то, что им выдают. Вайнторг. Весом 2,5 килограмма. В общем, мне знакомый подарил на Новый год. И мне безумно интересно, что там хранится. Кто-то из вас говорил... Кто-то из вас уже говорил, что такие пробовал, кто-то дарил такое на 23 февраля. Кстати, 23 февраля скоро. Мне кажется, отличненький даже подарочек. Вот. Давайте скорее откроем, посмотрим, что же там лежит. И попробуем. Коробочка на самом деле очень тяжелая, запечатанная. Мне прям очень любопытно. Мне любопытно, можно ли там что-то будет мне. Вообще, я в целом попробую, конечно, чтобы заценить аккуратненько. Но мне интересно. Запах такой. Что-то сладенькое даже. Есть ли там что-нибудь из ПП? Или вряд ли? Ой. Как же ее открыть? Коробка там какая-то. Коробка вытаскивается. Эх. Нифига. Нифига не вытаскивается коробка. Эх. Блин, что, рвать придется? Такой никакой, рвать ее. Короче, рвем. И так. Потому что там коробка. Ложки! Ух ты. Вау. Вообще. Куча всего. Смотрите. Давайте разбирать, что же здесь. Для начала давайте просто посмотрим, что здесь. Какие-то таблетки. Что это за таблетки? Наверное, на них готовить можно. Ё-моё. Да, мне одна из девочек писала, что в походе они такое. Это, короче, такая таблетка. Ты ее поджигаешь. Я так думаю, да? Разогреватель портативный. Использовать только на открытом воздухе. Открываете упаковку, взлечь содержимое, отогнуть. Вот это вот как печка, типа, да, наверное, используется. Вот это вот вы зажигаете. Взять таблетку сухого, это сухого горючего. И поместить ее внутрь металлического таганка. Воспламенить таблетку сухого горючего. Установить на таганке разогреваемый продукт. Вы это видели вообще? Темка какая. Это пригодится вообще в быту. В походе особенно. Дальше. Жевательная резинка. 10 драже. Откроем. Ментос. Нифига себе. Так, ну это мы в конце зажжуем. Посмотрим, ладно. Так. Чайные пакетики. Чай черный, листовой, мелкий. Вот такие вот чайные пакетики. Два пока вижу. Кофе. Ничего себе, даже кофе есть. Какие-то вот здесь. Любава. Любава, что это? Концентрат напитка. Сухой фруктово-ягодный. Это в водичке вообще разбавляется. Смотрите. Пей сколько хочешь. Я так понимаю. Но это, наверное, на один день. Я правильно понимаю? Это на один день одному взрослому мужчине. В общем, вот такой концентрат. Экстракт яблока сухой. Экстракт поладов шиповника. Сок сухой, вишневый. Сахар, загустители, пектин Е440, ликуретал кислотности, кислота лимонная, натуральный ароматизатор, вишня, витамин С, витамин В3, витамин В5, одни витамины. Ну и все, в принципе, сустав хороший. Дальше. Фрикадельки из говядины. Посмотрим. Фрикадельки из говядины. Так, я вижу еще какие-то запечатанные вот такие вот. Рагу из овощей. Фарш колбасный. Каша гречневая. Офигеть! Печеньки! Раз, четыре пачки. А, две пачки. А такие-такие разные. Так, это что? Повидло яблочное в такой жидкой упаковке. Сахар белый. Свекловичный кристаллический. Первый раз вижу свекловичный, свекловичный. Это у нас, наверное, у всех свекловичный. Соли нормально так. Перец нормально. Что еще тут? А это что? Еще какие-то таблетки. Нормальные таблетки тут всякие выдают. Натрия, дихлорид, аква, б, акваб. И все, и не написано, короче. Аква, б. Кто знает, напишите. Для обеззараживания. Три таблетки какие-то. А, у меня здесь список есть. Прочитаем. Паштетик и сыр плавленый вот в такой упаковочке. Так. А, мы сейчас все это будем пробовать. Мясо с фасолью и овощами. Салфетки. А, салфетка, дезидорирующая салфетки. Две, короче, тут салфетки. Вот они. Три упаковки. По две. Это что? Армейский чоколад. Сливки даже есть. Спички. Смотрите, какие спички прикольные, толстые. И чирка даже. Ложка, вилка. Ложки три. Вилка одна. Ой, вилка. Нож один. Так, мы теперь начнем все это дело пробовать. Так, ну, по-моему, пробовать в этом видео самое интересное. С чего бы я начала пробовать? Мясо с фасолью и овощами. Мясо с фасолью и овощами. Честно говоря, мне немного страшновато. Ну, запах вроде ничего. Вот. Но я чуть-чуть попробую. Ну, это же надо греть еще. Я пробую. Кусок фасоли прям взяла, который я не люблю. Слушайте, ну, если бы я была где-то в походе в лесу и потерялась, была бы голодная, я это съела бы с превеликим даже удовольствием. Даже учитывая то, что я не люблю фасоль. Ладно. Норм. Но я очень не люблю фасоль. Каша гречневая с говядиной. Такая. Пробуем. Вы, наверное, подумаете, вот переводят продукты. Кто-то бы это, может, съел бы. Может быть. Пахнет вкусно. Я люблю гречку. Но, опять же, это все надо греть. Видите, жира сколько. Ну, я как бы смогу оценить. Может, нет. Сейчас жир уберу и верхний прям возьму вот гречечки из-под внутри. Пробуем. Слушайте, ну, неплохо. На самом деле, неплохо. Даже. А вот фрикадельки. Фрикадельки из говядины. Попробуем. И тут вот нормальный запах. Фрикадельки из говядины. Вот так. Плюнула. Может быть, кто-то бы и съел, но я вообще вот в таких пакетах, вот в таких вот, да, какие-то консервированные вот фрикадельки. Что-то они мне вообще не заходят. Шпик соленый консервированный. Что такое шпик? Что-то мне по названию не нравится. Состав шпик посоленный для шпика. Шпик, 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 шпик. Что такое шпик? Шпик, я не знаю. Ну, откроем, давайте посмотрим, что-то. Вообще не пойму, чем пахнет даже. Белое что-то, вот смотри. Что-то белое, похоже, даже... Может, это жир? Это просто жир, наверное. На нем можно жарить картошку, наверное. Да, я не буду это пробовать. Это жир. Ай, не дождетесь, чтобы я жиру попробовала. Так, давайте нормальную еду, блин, пробовать. Паштеты у нас здесь есть. Фарш колбасный, любительский. Опачки. Фаршик попробуем. Я люблю вот колбасу, да? Хотя я ее сейчас не ем. Но заценить я смогу. Поменьше возьму, чтобы не выплевывать. Пахнет так, неплохо. Могла бы съесть. Тоже в походе. Я такое люблю, кстати. Неплохо, вкусненько. На хлебушек намазать. Рагу из овощей. Состав. Томаты красные, морковь, кабачки, перец, сладкий лук, масло растительное. Томатное пюре. А мука пшеничная. А мука зачем? Соль, сахар, чеснок, зелень. Ясно. Ну, попробуем. Рагу из овощей. Выглядит вот так. Ой-ой! Нет! Масло! Где салфетка тут была-то? Ну, где ж тут была-то? Да была ж салфетка, ё-моё! Вот она. О, да. Вообще, рагу из овощей я люблю. Ну, здесь отчётливо масло чувствую. Жирное прям, знаете, масло. Вот это вот не очень хорошо. Ну, и какой-то привкус есть. Не очень, честно говоря. Я всё это уберу в холодильник, мама должна скоро прийти, она заценит что-нибудь там. Что-то, может, себе возьмёт. Остальное, конечно, я избавлюсь от этого. Так, паштет. В паштете мы тоже знаем толк. Печень говяжья, жир, мозги свиные, лук, соль, сахар, пряности. Кстати, хороший состав, очень похож на состав из фикс-прайса мы берём. Там один есть паштет, который вот там, бычьи мозги, по-моему, соль, сахар и всё. А если остальные паштеты посмотреть, то там Е, там такое, Е-сикое. Там, короче, очень много непонятно чего. Блин, открыла это с плёнкой, нормально всё. Теперь надо... Где тут есть? Нож. Пластмассовый. Пахнет вот прям отчётливо паштетом таким стопроцентным. А вкусно? С маслицем, на хлебушек, который я не ем, на хлебец. Шикарно будет, и состав хороший. Там жир было написано. Не очень хорошо. Да, было написано прям жир. Прям жир и всё. Так, ладненько, что у нас из такого ещё осталось? У нас осталось яблочное пюре, это будет у нас на десертик. А здесь у нас сыр плавленый, стерилизованный, массовая доля жира в сухом веществе 55%. Открываем. Сломала. Ну ёшкин кот. Я не попробую. Я сломала. Не судьба, надо попробовать. Ну и давайте теперь ещё повидло тут, блин, яблочное. Ладно, яблочное пюре. Ложку грязную убираем с ножом. Берём чистую ложку. Открываем яблочное пюре. Яблочное пюре, это вообще кайфует. Я даже, вот Дэньки сейчас покупаю, яблочные пюрёшки все эти. Раньше себе их покупала всегда. Составь пюре яблочное. Сахар! Вообще классно, пюре яблочное и сахар, да? Просто я сахар не ем сейчас. Очень вкусно! Класс! Попробуем повидло яблочное. Тут какой состав, кстати? Пюре яблочное, сахар, консервант, сорбиновая кислота Е200. Вот. Ну, что делать? Мы попробуем. Е200 какое-то здесь присутствует страшное. Вот так вот выглядит это яблочное повидло. Мы кончик сейчас откроем. Запечатано. Просто так не откроешь даже. Так, сейчас я вот здесь немножко выдавлю. Цвет нормальный. Такой темненький. Бумага отдаёт. Яблочное пюре намного вкуснее было, я вам честно скажу. Это не то. Самое жидкое такое, мы непонятное попробовали. Сахар всегда в доме пригодится. Придут гости, будут есть сахар. Я же давно уже сахарозаменитель использую. Соль, все дела. Вот это вот, конечно, поливитаминный минерал. Вот это очень интересно. Кофе. Мама, возможно, попьёт. Чай обязательно я попробую. Так, соль, перец. Все дела. Что за салфетка? Для одноразового удаления, загрязнений, дезинфекции поверхности столовых приборов и столовой посуды. Нормально, мне надо было салфеткой вообще ложки протереть. Попробуем печеньки. Вот это вот у нас из муки пшеничного первого сорта. Армейские галеты. Вообще, галеты можно худеющим людям. Или не худеющим, а с какой-то болезнью. Да нет, худеющим, по-моему. Пахнет так себе? Ой, ё-моё. Чего же вы такие твёрдые? Вообще, я однажды купила себе галеты. И поцарапала себе ими весь рот. После этого слово галеты я вообще не воспринимаю. В общем, обойные. А вот это армейские галеты из муки пшеничной обойной. Обойная мука. Для обоев, что ли? А вы знаете, что раньше клеили? Мы вот клеили, из муки клей делали. Мука и вода. И клеили окна. Может, это вот из такой муки обойной? Можно и обои клеить. В общем, они более тёмные какие-то. Пахнут так же. Эти чуть помягче. 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 Но такие же, на мой взгляд, невкусные. Шоколадка армейская. Да, напиток концентрированный. Пробуем шоколаду. Упаковка зачёт вообще. Ну, шоколадка обычная. Какао тёртое, сахар, масло, какао, эмульгатор, лецитин. Генетический ароматизатор ванилин. Не модифицированный. Кстати, состав тоже без всяких особых такьешек, да? Поэтому... Вообще, то, что я состав читаю, мне очень нравится. Что туда положили. Не ужасный состав. Давайте я пойду разведу этот напиток. Как его, кстати, разводить? Содержимое пакетика развести в 200 мл. Питьевой воды, холодной или горячей, тщательно размешать. Сейчас сделаем. Запах интересный. Что-то мне напоминает конфеты какие-то, леденцы. Что-то мешаю, мешаю я. Всё никак не размешается. Мне кажется, уже можно попробовать. Я сделала половину стакана, потому что у меня здесь 400 с лишним миллилитров. Попробуем. Реально, как вот те самые конфетки. Вкусненько. Но много пить не буду, потому что здесь очень много сахара. Напиточек тоже зачётный. Ну и напоследок давайте попробуем вживательные резинки Ментос. Опять открыть их надо. Самые бесстрашные. В жвачке же тоже очень много сахара. Заберите. Не могу остановиться, какая вкусная. Чё могу сказать? Прикольно. А давайте зажгём спичку. Я помню, папа когда-то приносил такие спички большие, и мне прикалывало их зажигать. Она, по-моему, в воде горит. Я помню, что есть какие-то такие спички, мне папа их приносил. Они, по-моему, охотничьи, и они то ли под дождём, то ли в воде горят. Давайте мы сейчас зажгём и проверим. В воде она. Да нет, потухла. Это не те спички, значит. Но эти, они широкая такая штука, они чем-то же отличаются от обычных. Спички. А, вода, ветра устойчивая. Ну, это если вдруг капает дождик, так, да, или дождь какой-то. И ветер. А, ещё давайте проверим. Сейчас ещё черканём. Подую. Задуется? Нормально, кстати. Я так дула. Не сразу затухла. Обожаю запах сер. Ну, всё, мои хорошие. Я всё попробовала. Но, вот видите, это вышло на период такой мой попробовать. Вот такое мне подогнали. Именно когда я придерживаюсь здорового питания, не ем ничего вредненького такого, да. Всё такое правильное, полезненькое. Но, на самом деле, вот целый список здесь, который входит. Вот. В принципе, мне кажется, как подарочек, чисто для прикола, 23 февраля будет просто интересно даже пацану разобрать, а что-то даже и съедите, и попробуйте, и вполне себе. Ну, в зависимости ещё от того, сколько это стоит, конечно. Я не знаю цену этой коробочки. Всё, мои хорошие. Расскажите, какой был опыт у вас с подобными коробочками, продаётся ли у вас где-то такое, потому что кто-то мне рассказывает, что и продаётся это где-то, хотя написано не для продажи. В общем, расскажите, что знаете об этом, что ещё прикольненькое пробовали. Если у вас есть вообще какие-то знакомые, кто в космос летает, я бы с удовольствием попробовала какую-то такую коробочку именно с космической едой, вот то, что в космосе, там вот в этих пакетах пока что. Искала вроде бы, ничего такого интересного не нашла, но вообще хотела бы затестить такую коробочку. Говорят, что там очень интересный борщ у них в тюбиках, в этих. И вообще, в общем, что ещё такое интересное есть, я люблю такое всё пробовать. Вот. Ну, в принципе, так скажу, 60% наверное даже зачёт бы поставила вкусненько, а 40% не очень. Вот. Так что такие дела. Всё, мои хорошие. Если видео было интересное, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok